всем привет друзья вы на канале виктор павленко и я снова отправляюсь в рабочую командировку в город тюмень к энергичным заряженным ребятам которые поднимают баскетбол своими силами и об этом будет мой влог ребят я долетел все хорошо меня встречает сразу машина кони уэста ребят так как тюмени город трудовой доблести у меня и гостиница соответствующая целый этаж посвященная не знаю ремесленникам и будет умение смотрите красота плюс на этом этаже каждый номер подписан и ты можешь быть инженером-технологом геологом пилотом виктор пи сегодня инженер-строитель друзья я в тюмени как и обещал добрался все круто и у меня поездка с очень крутой баскетбольной миссии показать как здесь обстоят дела с баскетболом и меня встретил мой уже товарищ никитос привет да какой у нас сегодня план дня и чем мы сегодня будем творить вещать сегодня мы посмотрим что у нас есть по инфраструктуре баскетбольной в тюмени выдвинемся на интенсив который вася проводит в эти выходные ну и в целом я расскажу как у нас вообще дела стоят поехали никитос первый пит-стоп у нас какой в нашем плане поездок путем или 500 будет в 30 километрах от тюмени поселок мензели где очень активно развивается баскетбол и где мы пытаемся прокачать вопрос со строительством баскетбольной площадке уличной вообще развита баскетбольная инфраструктура в городе хотелось бы сказать что да пока нет ближайшее время даст очень большой комплекс который строит псб партнерстве с рфб на оборудование рфб партнерство с псб ну да ну пока пока все плохо мы сегодня постараемся заехать на все ключевые точки которые есть в городе и посмотрим как дела скажешь расскажи о себе я знаю что у тебя автономная некоммерческая организация друзьями с товарищем некоммерческая организация мы не так давно зарегистрировали под наши все баскетбольные активности которые мы занимаемся то есть мы хотим присутствовать официально в правовом поле иметь какой-то статус не просто ребят которые там организуют соревнования проводят интенсивы что-то больше уже какую-то официальную составляющую тоже иметь развитие баскетбольных компетенций называется . ссылочка обязательно подпишитесь у ребят на youtube канале уже есть два видео просмотров немного но и подписчиков немного я да я надеюсь вы будете активны и обязательно подпишитесь регионы подключайтесь потому что не всегда на вас хватает внимания у баскетбольной общественности которая в москве вот если до вас не доезжают то начинайте двигаться сами это хороший пример никитос и мы движемся в сторону площадки дальше все самое интересное кстати если кто-то боится просто взять и начать делать баскетбольные любые дела никитос вообще работать на обычной работе восьмой часовой восьмичасовой день и у меня уже два таких примера это никитос и ваня шумиленко который в краснодаре также развивает баскетбол и когда я впервые узнал что он тоже работает на обычной работе они работают федерации краснодарского баскетбола то я тоже был очень удивлен так что дерзайте так мы с никитосом доехали поселок вензели это будет первая youtube заявка для фонда кириленко правильно уже не мы а никитос тебе подавал уже два раза заявку с косяками с его он признался вот но сказал что все пожелания будут учтены и давай как мы подадим заявку еще раз расскажи преимущество почему именно на этом месте рядом со спорткомплексом юность там вдалеке еще и он точно есть дворец культуры да и вообще очень здесь такая сейчас возможно не очень привлекательная обстановка но летом здесь круто и все способствует тому чтобы здесь была площадка получал ли ты поддержку от местной администрации когда ну вообще придумал проект чтобы здесь построить площадку до администрация поддержала нас на сто процентов потому что выбрали хорошее место во первых во вторых поселке есть воспитанник и тренер который занимается с детьми сейчас у него не знаю можем позвонить давай кстати наберем потому что заявка должна быть очень полностью сформирована еще и длина до подкреплены фактами да как станислав станислав князев я молчу стас привет есть пару минут подскажи пожалуйста сколько у тебя было воспитанников 2004 года венезелинских сколько у тебя сейчас воспитанников и всех скажи мне сколько мелких 70 человек чтобы вы понимали для поселка населением 10-15 тысяч за где-то венезелях самый топовый спорт я считаю поселку короче как минимум 70 человек хотят летом играть на новой крутой площадке от фонда кирилленко все косяки почистим с никитосом и с его командой фонд кирилленко свяжитесь с нами сушники тос а почему стаса князева нет доске почета поселка вензели вот немножко камешек ваших огород как говорит никитос площадка там ложится как нельзя лучше спортивный комплекс администрация города администрация поселка извиняюсь и дом культуры и школа и школа что еще нужно для крутой площадке баскетбольной площадке потому что здесь есть хоккейный дворец за несколько миллионов уже построили все нормально есть рядом со школой футбольное поле догадайся чего не хватает какого вида спорта все верно вас нет но вообще ребята тут детишки играют баскетбол там футбол вообще приходите смотрите без ума вообще как вы думаете нужна площадка баскетбольная здесь летом да и валетбольные и баскетбольная нужно теннис должен быть хорошо ведь я как говорю я только как вот местный житель так вот я вам говорю не хватает до этого ребятишки ребятишки вон на коробке да сюда все не входят он они там вон на площадке там бегают я не дважды школа знаете где стадион да 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 вот на танцы до строить делать сергеевич крепкого здоровья спасибо и вам так я сам боксер и боксом я чувствую хватку давай до свидания никитос одно пожелание которое я хочу чтобы вы оставили вот эту елочку чтобы площадка а еще ники тот сказал что что местная администрация поди когда поддерживала этот проект тут большое место под площадку и если установят площадку подключится еще и установит возможно турники это как называется воркаут зона когда я общался с фондом кирилленко ездил с ними на открытие площадок площадок они очень сильно тоже это поддерживает чтобы была спортивная инфраструктура вокруг площадки так что возможно это еще один плюс мы продолжаем путешествовать по площадкам тюмени и это площадка от рфб и банка псб очень большой проект когда разговаривал летом еще с андрей геннальчим кирилленко банк псб очень понравилась инициатива с площадками баскетбольными и как я говорил приветствую еще чтобы было рядом спортивная инфраструктура это воркаут зона площадка пока снегу и скоро будет готова к сдаче может быть я еще в тюмени разок приеду 4 июня открытие площадки да в график пожалуйста зависите меня российской федерации баскетбола с удовольствием приеду еще раз умень откроем площадку чё тут думать чё тут разговаривать здравствуйте мы с никитосом приехали на площадку на которой летом рубится вся баскетбольная общественность тюмени но здесь висит большой замок на ворот замок и мы делаем знаменитые прелезания виктора павленко и никитоса немчиного через заборок забор номер но вот эти вот штучки меня особо отравится так успешно по рейтингу оцените острие пожалуйста вообще виктор павлинка и заборы это еще то конечно действие главное соскочить так не говорил кто-то ну что я вам говорил не зря я работаю в тренажерке какое приземление пойдемте посмотрим площадку так градус кольца понижен а вот и бойлера на площадке мне кажется они хотят попасть в баскетбольный влог виктор павленко ребзя привет вы не бойтесь это баскетбольный влог меня зовут виктор как у вас дела вы что часто играете на эту площадку нет летом а летом здесь нормально движутся да ну круто это единственная площадка в городе нет а на каких еще играете больше не накинул верно есть еще а хотели бы чтобы площадок было больше знаете где поселок вензили но 25 километров да где-то если там будет крутая баскетбольный площадку что ездить ну летом летом деревнях есть тоже площадка а вензили твоя рядом но доехал бы да хорошо что вы в какие игры играете футбол а чего в баскетбол решили поиграть по приколу нравится 33 умеете играть обыграть меня сыграем давайте ну давайте я начну на победу ахахахаха плашпеды давай один бросок или три надо я предполагаю правила куда ты меня отправишь туда ну это 31 раз положишь примерно так тебя раз положишь рукощает на площадке знаете какой раз так 33 от никитоса закрывают мое победное шествие всем спасибо пацаны еще красавчики давайте читирую подписывайтесь на мой влог на ю тубе виктор павленки называется моего имени сейчас 2 почти 400 но не так много баскетбол как видите не так развить вы же футболисты короче красавцы за вами будущее и надеюсь в течение недели но вы лучше подпишитесь сейчас давай все мир виктор павленко это будет наверное озвучка на моей заставке виктор павленко это скажи честно это подставные люди специальных позвал на площадку создать видимый что есть спорта в тюмени чипси в сторону интенсива василий прокофьев уже там вовсю работает мы сейчас ему будем мешать кто сказал мы приехали это спортивный клуб арена получается что говорите витек приехал правильно привет пацаны да так это вот брат близнец никитоса далее да это участвовал в интенсиве да вообще круто на самом деле было да уделял тебе время вася да скажи честно не не коррекция была от него сто процентов да а мне сказали что не было сегодня была а вчера вчера нет но ты так в порядке да говорят ну да получается так красав сразу встретил Петю на интенсиве привет привет как тебе дела да ничего потихоньку у тебя тренируется сын сейчас да да а ты восстанавливаешься после травмы я уже наверное закончил восстановление после травмы да да уже так живу сам для себя но ты только баскетбол отдал и сколько было у тебя великолепных бросков так что ты внес свое лепсу спасибо тебе большое спасибо дорогой ты красава я рад на теменской земле в ресурсе ты меня уже приветствовал сейчас посмотрим чем занимаемся баскетболом да есть такое что в тюмене есть скетбол Советские фигуры Ребята мы добрались до интенсив а от Василия Прокофьево и проходит в два дня вчера было 8 часов работах с четырьмя разными группами и возрастами с девчонками и мальчишками ребятами уже взрослыми которые просто любят баскетz Но хотелось бы, чтобы было побольше тренеров именно этих игроков, но, как видите, позади меня не такой большой ажиотаж вызвал это в Тюмени. За два дня набралось 60 человек. Это мало для специалистов такого уровня, как Васик, потому что он работает с игроками единой лиги, ВТБ, суперлиги. Возможно, даже он работал с игроками, которые сейчас играют в NBA или в G-лиге. Поэтому уровень тренера топовый. Хотелось бы побольше ребят. РБК, да, твое детище. Расскажи о направлениях и вообще для чего все это нужно. И почему такой энтузиаст, как ты, мы рассказали, что все на энтузиастах и держится. Расскажи, зачем все это нужно. Потому что мне не без разницы, что происходит, в принципе. Мне хочется, чтобы баскетбол развивался во всех направлениях. Чтобы мы не только играли в любительских чемпионатах, но чтобы мы растили игроков классных. Чтобы у нас игроки, которые завершили карьеру или не хотят развиваться как игроки, чтобы у них была возможность стать судьями. Чтобы у них была возможность играть на хороших площадках. Но и в целом, чтобы комьюнити сплотилось и люди, которые выходят из баскетбола, оставались в нем в разных ипостасях. Ну, в любых. Сейчас что происходит? Сейчас там позанимался в спортивной школе. Может быть, в универе побегал или в колледже. Потом пропал. То есть он в комьюнити не остается, никакую пользу не приносит. Он бы мог быть судьей, тренером, там, не знаю, видеографом. Может, у него интервью получается классно брать. Он, может, хочет развивать это. Мы бы ему помогли в этом. Ну, мы и хотим помогать в этом. Вот. Это основная наша задача. Комплексно, со всех сторон. На то, что меньше всего обращают внимание. Делать, развивать, толкать, двигать вперед. Чтобы баскетбол жил, развивался. Ты мне рассказывал, что 60 человек задействовано за эти два дня. И я обратил внимание, что это ребята со сети Умени, правильно? Да, ребята. И, возможно, даже с области. Здесь нет, но в других группах были приезжие, да. Ну, почему так мало тренеров? Это же тоже для них. Да, сто процентов. Это проблема? Это проблема. Одна из самых больших. Ну, я не могу их сюда насильно притащить. Я им могу сказать, что вы должны там быть на интенсиве, смотреть то, что делает Вася. Не знаю, когда тренер такого уровня еще может оказаться. Ну, ладно, в Тюмени. Ты как профессиональный игрок понимаешь, что там его в Москве не выцепить бывает. Ну, да. Там игроки сборной к нему записываются очередь, чтобы подготовиться к сезону. Он сегодня здесь. И, как бы, у нас тренеров здесь нет, которые должны смотреть. Вообще, каждый шаг Вася снимает. Типа, что он делает? Их нет. Это проблема. Ты записываешь этот интенсив, и все могут получить доступ к этому? Да. Просто написать мне, и я очень лояльно, очень быстро отправлю ссылочку. Скачают, посмотрят там эти 8 часов прекрасных тренировок от Вася. Вася, привет, дорогой. Мы с тобой уже так быстренько поздоровались. Ты был в процессе. Как тебе Тюмени? И у меня первый вопрос. Бывает ли на твоих тренировках коррекция игроков? А то тут поступили жалобы. Уделял тебе время? Вася? Да. Скажи честно. Нет, нет, коррекция была от него 100%. Да? Да. Коррекция каких игроков? Ну вот, ты дал задание, и ребенок или парень 27 лет, Даня, неправильно выполняет это упражнение, будет ли коррекция, или ты видишь, что он в порядке, и фикс с ним? Будет 100%. То есть здесь моя цель дать, особенно учитывая, что у меня только 2 дня и 2 тренировки с каждой из групп, дать им максимальное количество информации, которую они смогут взять и в будущем использовать. Поэтому если я вижу, что я кому-то могу быть полезен, 100% откорректирую, то есть тут самое главное, что я сразу говорю, не воспринимайте это как что-то личное, у меня нет какой-то личной неприязни к кому-то из вас, скорее как какое-то желание сделать так, чтобы ребята действительно прогрессировали. Вот ты объясняешь это игрокам про то, что ты не хочешь на них как-то давление, а просто им хочешь помочь, а нам до сих пор тренер Александр Игоревич Афанасьев объясняет, что коррекция, это не всегда вас там зачмырит, да, Сделайте из вас хороших игроков и подсказать, сделать вас лучше. Еще такой вопрос, в Тюмень тебя пригласили, как ты быстро среагировал и отозвался на этот призыв? В течение 10 минут. Ну то есть сейчас, когда я вернулся в Россию, апрель, так как у ребят еще есть сезон, и мое расписание такое достаточно свободное, то есть я могу выезжать в разные места и сюда приехал как раз из Екатеринбурга. Поэтому главный вопрос был, давайте определимся с датой, когда будет удобно ребятам здесь сделать, чтобы это можно было построить под мое расписание и все. То есть не было такого, что я подумал, блин, Сюмень, не-не, туда не поеду, далеко, холодно, вообще нет. То есть не принципиально. Ты такой же легкий на подъем, как и я, потому что я тоже просто подбил расписание и увидел, что у меня есть свободная дата. Баси, вообще большой тебе респект, я тебя всегда рад видеть. Спасибо, что ты приехал в Тюмень и даешь пользу игрокам и по всей России. Нет, я только рад. И тут будет один парень, тебе он особенно понравится, его зовут Броня. Броня? Броня. Уже сейчас его зовут Броня? Да, вот, 10-й. Да? Броня его зовут, потому что у меня полный имя Бронемир. О, нет, извини, Бронислав. Бронислав? Да, но когда он сказал, мне зовут Броня, я такой, ну все, сейчас, завтра Витя приедет. Да, сейчас Витя приедет и порешаем, да? Все, круто, сейчас мы к нему подойдем. Так, а что ты записываешь? Я записываю, что мы делали на протяжении уже час, наверное. Ого, а много кто записывает? Да. Да, у всех блокнот, да? Не, не у всех. Не у всех? Нет, не у всех. Ты профессионал получается? Да. Ну давай кулачка, пошли на интервью. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Броня. Мне Вася Прокофь сказал, что тебя зовут Броня. Нет. Броня Джеймс? Нет. Знаешь, кто это? Джеймс. Броня Джеймс. Да, это я. Хорошо. Слушай, как тебе интенсив, тренировки? Ты второй день уже тренируешься? Да, я второй день тренируюсь. Тебе понравилось? Да, очень сильно. Я выучил новое движение. Какое? Или несколько? Я несколько выучил. И что надо делать перед тренировкой? Какие броски? Что нужно делать перед тренировкой? Ну, бросать и выпады делать, и потом бросок. Хорош. Ты думаешь, тебе поможет это в игре? Да, я думаю, мне поможет. У меня увеличится, получается, шанс попадания в кольцо. А шанс попадания в NBA у тебя увеличится? Да. Ты хотел бы играть в лучшей лиге мира? Да. За какую команду сейчас ты играешь? Я за Бруклин Эдс, потому что у меня есть кепка. В Тукеи ты играешь за Бруклин Эдс? А в настоящей жизни ты за кого играешь? Я за Союз команда. Это Тюменская команда Союз, да? Да. Ты какого года рождения? 2011. А лет тебе сколько получается? 11. Ты красавчик, спасибо тебе большое, ты суперпозитивный. И тренер Вася по секрету сказал, что ты супертоповый. Спасибо. Привет, как тебя зовут? Артем. А фамилия как? Губанов. Я уже твоего папу повстречал, мы с ним очень тепло поздоровались. Ты когда смотрела игры папы, тебе хотелось играть так же, как он? Да. А папа уже обыграл один на один? Было один раз, да. Один раз? Да. Но папа сильно расстроился или был рад за тебя? Ну, он был рад, но мы редко с ним играем, поэтому и один раз, наверное. Может, уже больше бы. Можешь обратиться к папе и сказать, и вызови его, пожалуйста, на матч один на один? Хорошо. Давай, говори, пап, когда мы с тобой сразимся один на один? Давай. Я тебя жду, как бы, да, ты, пап, слышал все, жду тебя один на один. Петр, ваш сын Артем вызвал вас один на один. Пожалуйста, пришлите, пожалуйста, пруфы, видео, как Тема разматывает тебя петь. Ты красава? Да. С нами Алексей, воспитанник тюменского баскетбола, играет за команду «Союз». Лех, как у вас обстоят дела здесь с баскетболом в Тюмени? Хорошо. У нас все получается. Выкладываемся на все сто, играем, когда можем, тренируемся, когда можем. Когда хотим, можем и на улице сами потренироваться. Можем в команды собраться без тренера на улице, сами потренироваться. Когда хотим, тогда и потренируемся. А 24 на 7, получается, сможете потренироваться? 24 на 7 не можем, там два часика только. Два часика в день? Да. Знаешь такого тренера Этора Мессина? Нет. Он тренировал ЦСКА, сейчас он выигрывал с ними Евролигу. Он говорил, что молодой игрок должен тренироваться около 8 часов в день. Что можешь сказать на это? Ну, не знаю, я ни разу не пробовал. Мне кажется, вы не дорабатываете. Может, не дорабатываем. Ну, на усмотрение тренера. Хорошо. Передавай привет тренеру. Передаю привет Антону Олеговичу Чернобривенко. Вы крутой? Пока что нет. Ты про тренера или про себя? Про себя. А тренер крутой? Да. Хорошо. А на какой площадке летом ты играешь? В Тюмени, расскажи. Возле дома где это? Я просто не местный, расскажи. На 50 лет Волка СМ 15 дроп 1. Хорошая площадка? Да, к себе. Кольца стандартные? Одно кольцо всегда сломано, потому что все забивают данки подростки, ломают кольца специально. И остается только одно в плохом состоянии кольцо. Это главная проблема в баскетбольной Тюмени? Ну, наверное, да. Я тоже так считаю. Спасибо тебе большое за интервью. И вам тоже. Твое интервью будет шедевральным. Спасибо. Ты тоже так думаешь? Да. Давай пять. Самый ярый фанат моего влога и тренер Стас Князь. Кого ты тренируешь? Как тебе интенсив? Много ли здесь твоих игроков? Я тренирую детские команды из небольшого поселка Вензели. Но у нас не получилось попасть сюда, так как количество мест было ограничено. И мы маленько поздно среагировали. Но мы оказались на другом мероприятии, которое сейчас проходит тоже на территории Тюмени. Сибур Кэмп, который проводит Сергей Быков. Тоже один из легенд российского баскетбола. Поэтому мои ребята оказались там. Но я решил выбрать, посмотреть в деле базе про, так как человек работает за океаном. Есть опыт. Поэтому мы многие стремимся, наверное, к лучшей лиге в мире. Поэтому я решил посмотреть на человека, поработавшего за океаном лично. Еще я хотел сказать, что основные люди и кто меня смотрит, моя аудитория, это как раз такие ребята с регионов. И Стас неоднократно мне говорил, что когда выходит мой выпуск, он собирает ребят перед телевизором и вы смотрите мои влоги. В чем была твоя идея и посыл? Как ты объясняешь ребятам, что вот сейчас будем смотреть Виктора Пи? Ну, я объясняю, во-первых, ребятам. Многие знают, допустим, игроков НБА, там, Леброна Джеймсона, Стефана Карри, там, Хобби Брайанта, Майкла Джордана. Но они не знают и наших российских баскетболистов. А благодаря таким красавчикам, которые освещают российский баскетбол, как Виктор Пи, поэтому они могут узнать о тех, кто играет на территории России. И нужно сначала узнать своих игроков, а потом уже сделать сравнение, что на самом деле нравится больше. Поэтому я думаю, что многие ребята останутся все-таки в России, как бы нам не хотелось попасть в лучшую лигу. Поэтому нужно брать пример с наших ребят. Вот это первое, из-за чего мы смотрим в блоге Виктора Пи. Круто. Мы были сегодня у тебя, поселок Вензели. И там мы подали впервые YouTube-заявку в фонд Кириленко, чтобы вам построили площадку. Ты сказал, что у тебя около 70 человек, которым летом негде играть. Давай еще раз обратимся и подадим онлайн-заявку. Андрей Геннадьевич, Кириленко, рассмотрите, пожалуйста, заявку Виктора Павленко и Никиты Немчинова, которую они подали через YouTube. Если у нас в поселке, в Тюменском районе будет такая площадка, мы будем счастливо просто проводить все лето, там, с ночи до утра. Площадка будет задействована на все 100%. И вы будете за ней следить, и она не превратится в кусок какашки. Я жить на ней буду. Если она появится, я палатку поставлю, буду охранять ее, чтобы она была в таком же виде, который вы подарите нам ее, дай бог, и она в том же виде останется. Все, Стас Князев дал добро и дал слово, что все будет круто. Стас, спасибо тебе, большое уважение. Что может еще положительного в тюменском баскетболе Никитоз придумать? Как вы думаете? Он еще и тренер баскетбольной любительской команды ТТ Тюмень, естественно. И меня вводят уже, не играя еще ни одного матча, в зал славы этой прославленной тюменской команды. Тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен номер 12. Продолжительное вручение, Виктор. Здравствуйте, спасибо. Бессрочный контракт с командой ТТ город Тюмень. А как вы хотели. 12 номер мой, конечно же. А все топовые занятые у нас тут не выбирают по старшинству. Старшие уже выбрали, поэтому молодежь. Да и я не топовый, поэтому спасибо. 12 номер, фамилия. Что значит, мы еще должны показать. Да. Это важно. Мои кореша из Комбаскет не договариваются. Вот подогнали меня такое, представляете? Спасибо. С меня тоже потом причитается. Пришлю. И вот так вот. Еще я не завершил карьеру, а уже нашел мой ухл. В Тюмень. Кажется, хорошо сидит. Тут почти твой размерчик. Там. Спасибо, ребят. Мне очень приятно. Никитос сказал, что это главная достопримечательность города Тюмень. Это мост влюбленных. Вот мост. Вот афиша. Вот мост влюбленных. Ну и как бы вот сказать красота. А что еще скажешь? Ничего не скажешь больше. Вот был крутой день. Как тебе? Мне отлично. Большое спасибо, что приехал подсветить ситуацию в нашем городе. Надеюсь, она теперь появится на карте на спутбольной России. А я спрошу у тебя, как тебе? Слушай, море эмоций. Начинаю от недосыха. Ну, это рабочие моменты. Ну и вообще от Тюмени. Я уже говорил на камеру, что 8 лет назад мне показалось здесь все намного было грустнее. А сейчас и погода была хорошая. И меня приняли и ждали. Ты, Никитос, твоя семья, твой бэк-офис. Со всеми познакомился. И все меня очень тепло встретили. Ты рассказал мне о том, как трудно на самом деле все это поднимать с колена и вообще что-то создавать. Ну и творить. Это очень тяжело. Ты мне... Вот мы с тобой общались весь этот день. И я на себе начал это примерять. И мне стало вот не по себе. Не знаю, мне почему-то стало грустно за то, сколько ты делаешь. И как мы с тобой разговаривали. Ты здесь движешься большими шагами, а где-то в России не движется ничего. И получается, что в среднем мы топимся на месте. Именно в развитии баскетбола вообще по стране. Но тебе огромное уважение и вообще любовь, что ты тут наводишь такого шороха. А на баскетбольном интенсиве вообще для меня это не первый раз посещать какие-то мастер-классы. Вот. И расстроило то, что было мало народу, именно как зрителей, тренеров из Тюмени и родителей. Вот. Почему-то... Возможно, ты где-то не доработал во глазки, да? Или, возможно, просто нет такого еще интереса. Ты тут пыхтишь, а интереса все равно нет. То, что ты говорил, заплатить за тренировку 2000 с топ-тренером, но это, я считаю, не деньги. Потому что он работает по 8 часов в день, 16 часов. С Васей Браковевым стоит дороже, но много. Нужно научиться нам, наверное, вкладывать в себя немного. Ну, вообще, это по всей России распространено очень тяжело потратить на себя деньги. Сходить три раза в Макдональдс и потусить друзьями. Вот тебе эти 2000. Да, спасибо. Что, да, над этим надо нам всем работать, по всей России. И так, как ты сказал, чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь, да? Заела мне вот сегодня эта фраза дня. Нельзя остановить процесс и нужно двигаться в направлении делать. Так, как я начинал даже свой влог, когда я просто делал. И сейчас у меня есть такая уникальная возможность посещать города России и смотреть, как развивается баскетбол. Я вот счастлив и спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Прикреплюсь здесь. Телеграм-канал, инстаграм, ютуб-канал РБК. И, возможно, выпуск чуть-чуть затянулся и получилось таким социальным, но это нужно показать. Подписывайся обязательно, комментируйте. И развивайтесь и любите баскетбол. Всем пока. Никитос, снимаешь ляпу перед тобой? Редактор субтитров А.Семкин